Главы, эти главы также посвящены святости, и они заключают, как бы, заключают эту тему святости. И здесь уже говорится о законах земли, и также о наказаниях, или тому, что приходит, да, как говорят, проклятие, если мы не соблюдаем Божьи законы. Значит, Вейкра, Левит, 25 глава, с 1 стиха и по 26 главу 2 стих, это глава Бегар и Гавтора и Еремия. И тема горы, не горы, а Бегар, значит, на горе, да, это законы 7-го года Шмита, законы Йовеля, законы выкупа проданных участков, и также законы помощи беднякам, законы о бедняках евреях, придавших себя в услужении евреям. Мы видим, что некоторые законы, как бы, у нас повторяются с тем, что мы уже видели, да. Но есть еще глава Бехукатай, и Бехукатай – это вот такая серьезная и тяжелая глава, потому что по своему значению есть две главы, которые являются самыми страшнейшими в Торе. Это главы Бехукатай и глава Китаво. Китаво – это вдворим, и там находится что? Проклятие. Помните? 28 глава, второе законе. А Бехукатай – как бы краткий конспект тех же самых проклятий, правда? Который следует, если мы не соблюдаем законы Торы. Мы поговорим об этом. Да. И последнее говорится о посвящении в Годи и о собственности Бога, то, что мы посвящаем Господу. Итак, Бехар. «Ва едабер аданай эль Маше бехар Синай ле емор». И говорил Бог, обращаясь к Маше, на горе Синай. И сказал, да. «Дебер эль бней Исраэль, ве амарта алейхим, ки таву эль Гаарец, ашер, анинатен, лахем, ве шивта Гаарец, шаббат ладанай». И говорит с сынами Израиле, скажи, когда придете в страну, в которой я даю его, земля должна покоиться в субботу Бога. Что это такое суббота Бога? Шаббат, да. Видите, главы Бехар на горе и Бехукатай по законам моим часто читаются вместе. И они очень сходны и близки друг к другу по содержанию. И Бехар определяет рамки правовладения рабами, навладения землей. И если мы считаем, что рабство это очень плохо, да, но мы говорили, что еврейское рабство в некоторых случаях было единственным возможностью для человека сохранить свой социальный статус и даже в какой-то мере разбогатеть. Потому что фактически раб, он находился в услужении у своего господина, да, и господин обязан был обеспечивать раба. А если раб был еще женат, то и его семью. И после времени, когда раб выходил, он еще давал ему какую-то определенную сумму денег. Своего рода это была сберегательная касса, да, где зарплату раб не получал в течение этого времени, но в эту сберегательную кассу откладывалась определенная сумма. И поэтому мы видим, что здесь совершенно другие законы. Во-первых, рабство ограничено, а во-вторых, как сказать, рабство с человеческим лицом, да, коммунизм с человеческим лицом или с Божьим лицом. И я тут дозвал эту главу кратко так. Социализм и капитализм в Торе. И такая маленький анекдот перед главой. Слушай, я такой Мерседес себе на заказ сделал. Отпад. Корпус золотой, колеса платиновые, руль инкрустирован алмазами, сиденье из крокодиловой кожи, панелька изумрудная. Вот это да. А скорость, наверное, потрясающая. Понятия не имею. Все не рискну попробовать. Слишком уж много жрет бензина. Правда? Часто в нашем отслужении Бог вот бывает такое красивое, все есть хорошо. А по-настоящему двигаться мы не умеем, потому что слишком много жрет бензина. Ведь когда говорится, что мы живем заповедями Божьими или в заповедях Божьих, да, и если мы вспоминаем, что ходил Ной, как он ходил? Да. Не перед Богом там не стоит. Богом двигался Ной, да. То есть Ной был, да, его двигатель. Знаете, такая песенка? А у меня внутри вечный двигатель, да, вечный бегатель, вечный прыгатель. Пел Ной. И кто это за вечный прыгатель? Бог, да. Но в то же время мы должны, даже если исполнены Духом Святым, не быть в таком состоянии, чтобы выходить за пределы заповедей Божьих. Почему же? Где мы живы? В заповедях Божьих, да. Внутри заповедей Божьих. Или этими заповедями мы живы, или внутри них. И если мы даже опьянены бываем, пусть даже хорошим, да, пусть даже Духом Святым, и выходим за пределы этих заповедей, что у нас начинается? Проблемы, да? Начинаются проблемы. И видите соблюдение заповедей? Это заповеди жизни человека. Если обеднеет брат твой и придет в упадок, поддержи его. Не били с него проценты и роста, говорится в главе Ваикрам, 25 глава, 35-36 стих. И все предупреждения здесь в этой главе заканчиваются. Я Бог всесильный ваш, да? И в частности, вот эта заповедь заканчивается. Я Бог всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам Богом всесильным. Это заповедь, заповедь против ростовщичества. Наши мудрецы объясняют так. Каждый, кто принимает на себя ярмо закону о проценте, принимает на себя ярмо небес. Каждый, снимающий с себя это ярмо, снимает с себя ярмо небес. Что такое ярмо небес? Да, ярмо или иго. Да, об этом говорил Иешуа. Ярмо небес, значит, иго Господа принимаем. И традиция говорит, что каждый, кто берет проценты, снимает с себя иго Божие. Но это не только, значит, мы не должны давать проценты брату, а ждать, что Бог нам даст проценты, понимаете? Мы не должны так подходить Богу. Смысл ростовщичества в том, чтобы заработать без приложения собственного труда на работе другого человека. И я вам скажу, что эта заповедь касается не только ростовщичества, но это заповедь против всякого рода пирамид. А, да, вспомню, как это называется, маркетинг, да? Маркетинг, сетевого маркетинга. То есть, в какой-то мере, и заповедь против сетевого маркетинга. Когда мы связываем других людей, да, и заставляем их платить как бы за себя, те должны еще каких-то людей дойти, которые за них заплатят и так далее, и тому подобное. Торо ничего не видит плохого в том, чтобы деньги работали, но вложить ты можешь в какую-то деятельность, приобретение орудия производства, развитие своего дела. А если человек дает свои деньги в долг другому, они перестают быть его деньгами и принадлежат уже взявшему долг. И последнее, в будущем эти деньги должны вернуть. А, получая с этих денег проценты, дающий долг зарабатывает на чужих деньгах, только на том факте, что они когда-то были его. Помните, как решал ровеннистический вопрос Скотт Матроскин? Холодильник, который мы взяли, да, в аренду. А то, что он производит, холод, например, да, он наш. Поэтому, что нам, две коровы отдавать или одну корову, да? Одну корову отдавать, да, а вторая корова наша. Совершенно точно, паровеннистически рассуждает. То есть, если Скотт дал приплод в течение какого-то определенного времени, да, то не имеет права забирать себе хозяин, потому что он отдал этот Скотт. И Скотт – это во временном пользовании другого человека, правильно? Деньги, которые мы отдаем, во временном пользовании другого человека. Это не говорится о тех случаях, если человек берет деньги не по бедности, да, а для того, чтобы расширить свое производство. В таком случае вы как бы становитесь компаньоном этого человека. И в таком случае вы имеете право получать с дохода. Но это должно быть оговорено. Здесь же говорится о том случае, что если обеднеет брат твой и придет в упадок, да? Вот так же, как некоторые говорят, ну а что, мне десятину надо со всех денег давать, которые мне там подарили вот мне машину, а теперь что мне? Или продавать эту машину, отдать десятую часть, или мучиться не кушать, чтобы дать десятую часть десятину. Ну, подарили тебе машину, и слава Богу. Потому что действительно определение дается с дохода, да, с поля твоего, с прибытка твоего. Так и здесь. Если идет прибыток, то здесь совершенно не относятся к этой заповеди. Здесь сказано, если обеднеет брат твой и придет упадок. Поэтому мы должны понимать, что здесь говорится не о коммерческом вкладывании капитала. Хорошо. И мы знаем, что говорится Бог, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Это очень важно. Потому что либо мы рабы греха, да? Либо мы рабы Божьи. И если мы рабы Божьи, то надо принимать на себя иго Божье. Иго – это не что-то плохое, да, а хорошее, которое позволяет животному обрабатывать землю, например, да. И были такие жестоковыны, как говорят животные, это те, которые не могут удерживать на себя, да. Это ермо. И про них сказано определенным образом. И вот таким же ермом, кажется, странная заповедь Шмиты и Йовеля, да. Почему же нельзя ни пахать, ни вскапывать, ни зазевать, ни собирать урожай? Даже нельзя собирать урожай с целью хранить его, да? Если просто собрал и съел, это можно. Вот. Ну, хорошо. А если вы живете не в стране Израиля? Ну, говорю, что эти заповеди – в большей святости, и поэтому они действуют где? В стране Израиля. И вы знаете, как они действуют? Они, оказывается, действовали не только в старое время, но они и действовали уже даже в 20 веке. И это заповеди какие? Заповеди о доверии, о доверии Бога. Это заповеди о доверии Бога. Если вы доверяете Богу, то у вас будет столько урожая, что вы будете есть и останется еще даже дополнительно на третий год уже, как говорится, да? Потому что мы же не сразу получаем урожай. Получается так, что мы собрали, потом год мы не сеем и не жнем, а потом еще один год мы посеем, но надо еще дождаться до того, чтобы что? Пожать. То есть, практически нам сколько, получается, нужно? На три года, да? Минимум на два года. А Бог говорит, еще на третий год будете выбрасывать. Даже столько у вас будет всего. И как вы думаете, когда получается такой урожай? Если я собрал большой урожай, говорю, ну вот я собрал большой урожай, теперь я могу на следующий год не сеять. Или я собрал большой урожай, потому что я решил, что я в следующий год сеять не буду, да? То есть, решает еще человек тогда, когда он сеет последний год урожай. Вот интересно, Давид Клейнер описал такой случай. Это было без малого 30 лет назад, пишет он. Житель сельскохозяйственного поселения Беккад-Гай-Орден, долиной Иордана, цвека заход до Смиты принял решение, что будет соблюдать все законы, и начал их изучать. Соседи откровенно смеялись над ним. Цвека только-только начал соблюдать законы Торы, и им казалось невозможным, что он осилит такую трудную заповедь. И вот, он выдержал эту заповедь, приходилось себя сдерживать, уговаривать. А когда наступило время сева, следующее за шмитой года, начались осенние праздники. Рож-аш-ана. Вы помните, что год когда начинается? Осенью, да? Йом-Кипур и Суккот. Опять уже нельзя сеять. И то, что сеется на зиму, да, перед весной, он уже посеял, можно сказать, в ноябре месяце. И единственное, что он мог посеять, это семена свеклы. Ну, правда, семена свеклы в щедрых количествах было. Все семена отсеяли, да? А свеклы было много. Вот он их посадил. Что я буду с ними делать, возражал свека. Кому же нужно столько свеклы? Куда я и деду? Ничего другого нет, отвечали ему в магазине, где семена продавали. Бери и не капризничай. И опять свека стал объектом соседских насмешек, когда занялся культурой, на которой... Ну, вы знаете, что свекла недорого стоят, правда? И спрос, обычно, невысокий. И в результате, кроме убытка, он ничего ждать не мог. А свекла, как нарочно, уродилась невероятной. Клубни по два килограмма, по два метра с лишним. Неожиданно свека позвонил человек, выдавший ему семена, и спросил, а что он с ними сделал? Посеял, а что еще свечил, свек? Да ты что, изумился, чиновник. Все посеял, все. Ну, ты, конечно, чудак, засмеялся, чиновник. Но тебе повезло, подписывай контракт о продаже. В Европе сильные замерзки побили всю свеклу, и ее там много едят. Цена твоя, так что не стесняйся. Вот такие случаи бывали. А в юбилейный год это получалось еще на год больше, да? Еще на год больше. Хасиды говорят так. Три вещи обязательно должны действовать, если они в достаточном количестве. Вино, богатство и учение Торы. Вино должно опьянить. Не опьянило, значит мало выпил. Богатство должно очерствить человека. Не очерствило, недостаточно богат. Учение Торы исправляет душу. Не исправило, значит мало учил. Вот так. Хорошо. Рамбам в своем кодексе пишет. Мы обязаны соблюдать заповедь о благотворительности больше других предписаний Торы. Ибо благотворительность есть отличительный признак праведных потомков отца Авраама. Лишь благотворительностью установится трон Израиля и истинная вера. И ничто иное, как благотворительность, принесет освобождение Израилю. Ибо сказано, Сион освободится правосудием и его пленники благотворительностью. Здакой праведности. Некоторые приводят праведностью, да? В действительности там стоит слово «здока». Ни разу еще человек не объединил из-за своей благотворительности. И никакое зло и никакой ущерб благотворительностью не были причиной. «Кто сочувствует другим, тому сопутствует сочувствие свыше. Если кто жесток, то его происхождение сомнительно. Ибо жестокость присуща лишь язычникам». И Рамбам, помните, пишет о восьми степенях благотворительности. Я сейчас их перечислять не буду. Хорошо. И евреям предписано оказывать помощь не только своему соплеменнику, но и пришельцу. И согласно Талмуду под пришельцем подразумевается не еврей, который отказался от идолопоклонства. То есть, помните, были пришельцы, которые хулили, да, Израиль, и были пришельцы, которые выполняли законы Израиля. Как назывались пришельцы, выполнявшие законы Израиля? Гер, да? Да. А как назывался пришельц, который лумился над евреем и не выполнял? Нохер, да? Нохер, он и есть нахер. Что в русском языке, что вы иврите? И помните, отверженный, да? Отверженный, если перевести на язык иврита, будет нахерим. Нахерим. Отверженный. Вот такой человек называется отверженным. И некоторые вещи, которые мы читаем, что можно делать какому-то человеку, дать, допустим, да, рассерзанный или вдолг, не даваясь рост своим людям, а нахерим можно, да? То здесь говорится не о пришельцах, а о тех, которые не соблюдают законы Тора, которые продолжают жить по языческим законам. Совершенно другой смысл имеет русское слово «милостение», как и английское «черити», означает «акт помощи». Ну, вот, смилостивился над человеком, а может, не смилостивился, да? Но слово «цдака» означает «справедливость». Поэтому человек обязан помогать ближнему, потому что все материальные блага, которые данный человек владеет, они даны ему лишь только для того, чтобы помогать другим. Вот для чего человек богат? Чтобы делиться другим, да? Если человек с другими не делится, да, даже крыша скажет вам, ребята, делиться надо. Если человек с другими не делится, он даже по законам бандитского мира не может жить, тем более по законам Божьим. Да, и вот за 850 лет своего пребывания в Эрис-Израэль евреи 70 раз наполучали заповедь Всевышнего относительно 7-го года и были изданы из Эрис-Израэль за 70 лет. Помните, да? Интересно, что первые сельскохозяйственные поселения, репатриантов, появились в Эрис-Израэль в 80-х годах XIX столетия, и поэтому 1889 год был город Годов-Шмита. И перед поселенцами стал вопрос, что делать? Равины предложили выход – продать землю неевреям, чтобы те ее обрабатывали. Решение это было продиктовано страхом, что все колонии распадутся, а другие подчеркивают, что раз это действительно на один год, то только первый Шмита после начала репатриации. В общем, короче, спорили, а не спорили. И обрушилось на еврею Израиля несоблюдение закона Шмиты в 1889 году повлекло нашествие мышей, а после 1903 года были, соответственно, эпидемии среди людей, массовый падеж овец, а после 1910 года было много пожаров, и треть еврейского населения покинуло страну. И все это было в годы Шмиты. Почему? Потому что евреи не соблюдали заповеди Божьи. Хорошо. Мессианское значение Шмиты и Йовеля, да? Мессианское значение Шмиты и Йовеля. Ну, во-первых, это что? Здесь говорится о чем? Здесь говорится о том, что доверие Господу. А во-вторых, если говорить о Пятидесятнице, да? Это вам напоминает? Семь раз по семь, да? И Пятидесятница. Сошествие Духа Святого. Сам Дух Святой помогает нам. И поэтому вострубите трубой. Говорится о начале юбилейного года. Это связано с Рожа Шана. И подобно тому, как была некая Пятидесятница, которая, что, сошел Дух Святой, да? Будет некоторый Пятидесятый юбилейный год, когда вострубит. И что придет? И что Мессия? И все наши грехи, и все наши долги, что с ними сделается? Спишется. Они будут прощены. И мы будем подобны тем рабам, которые будут, что? Отпущены на свободу. Да. И говорится, осветите Пятидесятый год. Когда говорится освещать, помните, что это длительный процесс. Это процесс. Поэтому мы должны освещать юбилейный год и готовиться к юбилейному году. Когда? В течение всего процесса, да? В течение всего процесса. Поэтому юбилейный год – это не один день, а год последовательных событий. Год последовательных событий, чтобы осветить народ Богу, да? Освещать. Ле-кадеш, ме-кадеш. Делительный процесс. И сказано, объявите свободу на земле. Свобода выражается в чем? Что рабство греха, да? Будет закончено. И каждый вернется во свое владение. Все ли мы находимся сейчас в том владении, которое предназначен для нас Господь? Некоторые находятся, некоторые нет, да? Каждому будет показано его владение, да? И каждому будет показано его служение. Помните, что означает владение? Бог ограничивает нас. Мы имеем власть в каких-то определенных пределах. Допустим, я имею власть в пределах этого листа. Если я правильно выполняю Божьи заповеди, если я правильно несу свое служение, то что Бог нам сделает? Прибавит власти. Если я неправильно делаю, у нас уже не листочек останется, а что? Поллисточка. Если я опять продолжаю делать плохо, мне остается четверть листочка. И это тот же принцип, что делающий малое, да? Будет достоин большего. И один получит владение над одним городом, другой над семью городами, третий над 50 городами. И от кого это зависит? От нас самих, да? От нас самих. Это не значит, что я буду такой богатый, вот я буду владельщик Сочадесой, Николаем и Херсоном. Вот. Правда? Вот. Но будет какая-то определенная духовная власть и духовная ответственность. Потому что чем выше власть, тем выше и ответственность. Правда? И последняя глава, она называется Бэхукатай. Бэхукатай, опять Хука, установление. Бэхукатай, это по заповеди, по установлению, или в установлениях. Значит, это 26 главы 3 стиха и до конца книги. Им бэхукатай, тай лэй ху, вээтмитсватай, тишмеру, вэ асатим, а там. Если по установлениям им поступать будете, да? И заповеди соблюдать, да? Тай лэй ху, это что означает? Будете ходить. Если в заповедях, да? Заповедями будете ходить, или в заповедях будете ходить, вээтмитсвата втишмеру, и что? Митсвы, в митсвы, да? Букат. Будете ходить, и в митсвы будете соблюдать, хранить. Что? Значит, аситим а там. И исполнять их. Аситим а там. И дальше говорится, то дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой. То есть, здесь говорится о благах, которые даются за соблюдение Торы, но здесь и говорится о наказаниях, да? И первая заповедь, которая говорится, что если мы делаем дела, которые сказаны Торой, что мы будем делать? Погоду, да? Помните, я вам рассказывал. Анекдот говорит, почему? Такая стала в Одессе плохая погода. Говорит, потому что из Одессы уехали много евреев. Ну, говорит, некоторые евреи остались. Ну, знаете, те, что остались, погоды не делают. Но наша заповедь, как евреев, и это следует из главы Беху Катай, делать погоду. Ну, и еще говорят, что глава Беху Катай, вместе с главой Китаво, где говорится о проклятиях, является одной из страшнейших Торы. То есть здесь говорится о благодати, о том, что будет хорошее, и будет, говорится о том, что будет плохое. И самое плохое, помните, галут. Галут буквально качение от слогола катиться. А также ассоциируется с другим лаголом, да? Гилю. Гилют. По-украински галутся, гилуй, открытка. Да? Бриться. Бриться, да? Украинское что? Галутся. Галутся. То есть гилюй, да, открытка. Голый человек, открытый, обнаженный. Что значит, что такое голый, обнаженный человек? Это значит, что тело сплошная рана и всякое прикосновение да, станет непереносимым. И действительно, вещи такие страшные, они изложены в этой главе, а также в 28 главе Второзакония. Но мы говорили, что галут это не то, что человек отвержен от Бога, да, отчужден, потому что не хрета, отторгнута душа, в действительности от глагола карет, да, карет, отсекать, и отсеченный, отверженный, но хр, как мы говорили, презренный, вот, но здесь говорится о том, что проклята земля из-за тебя, арура, то есть будут определенные у тебя проблемы и будут определенные тяжести. Арур означает это такой тяжести, которая на тебя накладывается, да, на тебя накладывается. И в то же время даже в галуте мы являемся общиной свидетелей. В Арсении Бог никогда не оставлял евреев, и именно в галуте развилась такая идея об избавителе, потому что Гаэль, да, избавитель или мессия. И еще галут был полезен для других народов, правда? Вот, другие народы, во-первых, евреи, там, где приезжали, там всегда поднималась экономика. Мы, вот, изучали по истории, так называемые темные века, это примерно где-то с 300-го по 800-й год, вот 500 лет истории, когда все народы будто сошли с ума, сорвались со своих мест, это, говорят, время великого переселения народов, да, украинцы из берегов Казовского моря оказались почему-то в районе Туниса, Карфагена, другие народы оказались вообще непонятно где, и все перемешалось. И закончился этот период после того, примерно, как в 700-м году был один человек, Карл Великий, да, и он начал свои экономические реформы с того, что разрешил евреям поселяться в разных городах, да, и евреи очень быстро подняли экономику Европы. И мы всегда видим, что в тех странах, где поселяется много евреев, что экономика делается? Поднимаются. Да, те страны, которые уезжают евреев, что с экономикой делается? Да, падает. Поэтому Германия сейчас больше благословения получает, а Украина в связи с отъездом евреев все меньше и меньше. Поэтому берегите евреев, хотя бы, чтобы у вас была хорошая погода. Хотя бы, и выезжайте в Израиль. Хорошо, с другой стороны, видите, христианство, жестокое такое и мертвое христианство, оно убивало евреев. И в то же время всегда была возможность доказать свою любовь к Богу защитой евреев. То есть, когда умножаются ужасы, умножается и благодать. И евреи своим гуманизмом, и сирийским искусством, адвокаты евреи и так далее, они сыграли очень большую роль в культурном развитии всех стран. И еще Ваикрам 26 глава 32 стих говорит, «Я сделаю страну пустынной и изумятся ей враги ваши, поселившиеся в ней». Во-первых, страна будет пустыней, во-вторых, кто поселится в этой стране? Враги, да? Враги. И это осуществилось после восстания к Баркобы, римляне разрушили города и села и даже перепахали храмовую гору и полностью разрушили всю систему гидротехнических сооружений Израиля. В 7 веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей земле, скормили своим козам последнюю траву, которая еще была способна давать истоптанная земля. Турки, закоротившие Израиль в 16 веке, вырубили все леса. Вы помните, что земля Израиля была покрыта лесами, и там медведи водились, да? И просто леса. На кого там охотился Давид? На медведей, да? Волки, медведи водились. Вот. И в результате вся эта система была разрушена, да? Почва была смыта с гор, горы стали скалами, а внизу скопилось много воды и грязи, и получились страшные болота. И затем все попытки пришельцев возродить земледелие ни к чему не привели. Пшеница давала нищенские урожаи, меньше, чем собирали в соседних странах Сирии и Египте. Разработка полезностей скопаемых практически прекратилась. Рыболосным никто не занимался. И таким образом пришла в упадок самая плодородная страна, лежавшая на перекрестке торговых путей, сидящих Европу, Азию и Африку. Страна, являвшаяся святыней, как для евреев, так и для мусульман, для христиан, то есть, можно сказать, для всего цивилизованного мира. и один из востоковедов, вольный, посетивший Израиль в 18 веке где-то, говорил так, я ездил города, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я забирался до далеких деревень, где изучал положение людей, занятых обрабаткой земли. Повсюду видели лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежавшие в развалинах. Сравнение далекого прошлого со временным состоянием этой страны порождает высокие думы. Здесь жили 10 корен еврейского народа, вспоминав восемь старцев или стемлян, торговавшие в фейники из Сирии, почти безлюдившие в нашу эпоху, были когда-то сотни богатых цветущих городов. По равнинам ее были разбросаны деревни и села. И что с этим стало? Великий Божий, отчего произошли столь роковые перемены? И вы знаете, в начале 20-го столетия комиссия организации объединенных наций сказала, что эта земля никогда не будет восстановлена. Извиняюсь, не объединенная нация, она еще называлась Лига наций. Она сказала, что никогда эта земля не будет восстановлена. Вы знаете, когда один из еврейских гравинов видел развалины, в которых бегают лисицы, он сказал, Аллилуйя, потому что я верю, что если сбылось пророчество разрушения Израиля, то сбудется пророчество и восстановление Израиля. И он он был совершенно прав. Но есть еще интересные вещи, которые говорят, что благословение оказывается даже внутри этих проклятий, о которых пишется. Из всех угроз произносили Всевышний, особенно печальной известностью, пользуется следующее. Страна повергнет опустошение, останется таковой, после того, как ей завладеют враги, и бедственное состояние поверить завладчиков изумления. Это опять 26 глава, 32 стих. То есть никакой другой народ оказывается не пустит корни в обитованные земли. Представьте себе, что если бы земля Израиля была бы плодородной и хорошей землей. И так палестинские арабы говорят, что это наша земля. Но если бы это была богатая земля, как вы думаете, многие бы, наверное, претендовали, и евреи бы туда просто не пустили. И еще другое благословение. Это вы 26 глава 29 стих, который кажется странным проклятием. И будете есть плоть, на Еврите басар, сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Но равенны некоторые говорят по-другому. Басар – это не плоть, а мясная пища. А мясо сынов и дочерей означает пищу, приготовленную сыновьями и дочерями. И эта фраза приобретает оптимистическое звучание. То есть религиозные родители будут спокойно посещать своих детей и укушать у них мясную пищу, потому что им не надо будет беспокоиться, достаточно ли она кошерна. То есть дети и отцы соединятся вместе. Редактор Court Продолжение следует...